Новоселье под Новый год 43 сироты получили ключи от квартир Сказка на пороге Дед Мороз и Снегурочка уже выехали в Самару После вскрытия съесть Студенты Самарского политехнического университета Придумали съедобную упаковку Праздник света и пончиков с сахаром В Самаре отметили еврейский праздник Ханука Самарские тайны российского кино Презентация книги, аналогов которой нет в стране Лучший подарок к празднику Почти полсотни детей-сирот получили сегодня ключи от квартир Новоселы приятно удивлены Новый дом, качественный ремонт, просторные современные квартиры Впечатлениями новоиспеченные хозяева жилья Поделились с Мариной Кравцовой Уже чувствуется уют Александра Буклова, молодая мама и воспитатель детского сада Планирует, как будет обустраивать Первый в жизни собственный дом Который станет для ее семьи родным Ремонт уже есть Осталось перевести вещи со съемного жилья И вместе с мужем и маленькой дочкой Планирует отпраздновать Новый год в новом доме А он превзошел ожидания, рассказывает Александра Для полного счастья остались мелочи Ну, наверное, стиральную машинку для начала Самые первые будут на денежные средства, которые выделили Вот, остальное все есть Перевезем Море эмоций Так все прям сразу не скажешь Ждала, очень рада, счастлива Это лучший подарок к приближающемуся празднику Делятся новоселы Ключи от квартир в этом доме в Кировском районе Самары Получили дети-сироты 43 человека Новостройка, удобная планировка, просторные кухни И качественный косметический ремонт У подъезда пандус, дом доступен для инвалидов Но квартиры еще не все Поддерживать молодых людей будут и в профессиональной карьере И задача не только оказывать социальную помощь ребятам В виде разных выплат, в виде представления жилья Но, конечно, социализировать их через представление нормальной работы С тем, чтобы они с самых ранних лет определялись в профессиональных предпочтениях Чтобы под эту задачу были сориентированы и среднеучебные заведения И высшеучебные заведения И в конечном итоге работодатель И помощь этих ребят, их развитие, их таланты И энергия обязательно должна участвовать в преображении Самары Новоиспеченные соседи уже успели подружиться с семьями Многие воспитывают маленьких детей Современная площадка во дворе пустовать не будет А красоту и чистоту обещали поддерживать Здесь дети-сироты по-настоящему прочувствовали, что значит быть хозяином в доме И то, что мы сегодня услышали от всех тех, кто получил сегодня ключи Это, наверное, самое главное Я с огромным удовольствием буду жить здесь Они хотят не только благоустраивать свое новое жилье Они хотят благоустраивать город Они хотят благоустраивать район, в котором они будут жить В этом году в Самаре собственные квартиры получили больше ста детей-сирот В начале следующего года новоселами станут еще 65 А к концу 2017-го ключи от современного жилья получат около 130 сирот Дома для них сейчас строятся в микрорайоне Волгарь Марина Кравцова, Артем Сулайманов, События На главной елке Самары зажгли новогодние огни Это более километра разноцветных гирлянд Этим же вечером на площади Куйбышева стартовало уникальное световое шоу Полетели в Новый год С помощью современных технологий экраном для новогодних видеоновелл стал театр оперы-балета Что такое видеомейпинг и почему театр оказался единственным зданием в Самаре, которое подошло для шоу Расскажет Валерия Макарова Выдержит любой мороз Гирлянда на главной елке Самары особенная Сделана на резинно-каучуковой основе и потому любые холода ей не страшны Общая длина всей гирлянды более километра А кроме нее на елке почти 30 световых панно-свеча Все гирлянды мы проверили у себя сначала в горсвете неоднократно Все аппараты защитные, всю автоматику мы протестировали Все проверили, все закрутили, лампы перегоревшие, все подготовили у себя в горсвете И привезли уже все в рабочем состоянии Огни Самарской елки зажглись точно по расписанию в 16.50 Сейчас на площади Куйбышева идут последние приготовления к новогодним гуляньям Уже открыт городок ледовых скульптур Их в этом году 8, все со светодиодной подсветкой Замечательно, с подсветкой, конечно, вообще шикарно Все обили, все стволы, все кругом светится Прям замечательное настроение новогоднее Мы видели елку красивую, она с украшениями, с звездочкой Мне кажется, это очень хорошая традиция, когда под Новый год Есть такое место, куда можно прийти, погулять, посмотреть на освещение, на елку Мне кажется, нужно эту традицию продолжать каждый год В этом году впервые Самара стала площадкой для уникального светового шоу Полетели в Новый год Технология называется видеомэппинг Это 3D-проекция на фасад дома Критериев здесь несколько Здание должно находиться в центре города Рядом должна быть большая площадь, чтобы вместить всех зрителей и массивное оборудование Важна и сама форма здания Театр оперы и балета подошел идеально Это идеальная площадка, она нам очень понравилась Мы ее специально выбирали В принципе, Самару выбрали именно благодаря тоже вот этой площадке Это очень хорошее здание для мэппинга В программе светового шоу две новеллы Первая – это история любви двух чемоданов, которая случилась в аэропорту как раз перед Новым годом Вторая новелла – это зарисовка, посвященная детским мечтам И, конечно, мы увидим, так как этот год кино для нас является Мы увидим любимые песни из наших советских кинофильмов и мультфильмов И на это шоу опоздать невозможно Оно будет вот в таком циклическом режиме показываться с 6 вечера до 10 вечера каждый день Вплоть до Нового года Представления полетели в Новый год Можно посмотреть на площади Куйбышева до 31 декабря Валерия Макарова, Василий Колдашов, События Сказка в гости к нам в Самару Со дня на день прибудут Дед Мороз и Снегурочка Самарский волшебник уже на пути в город В этом году он будет встречать гостей на площади Куйбышева В своем доме, который ему построили в лесничестве села Старая Бенарадка Там же, в Красноярском районе, Деда Мороза со Снегурочкой встречала Олеся Корецкая Зимой и летом стройная зеленая была Главный сказочный персонаж спешит в Самару До города осталось чуть больше 50 километров Сейчас Дед Мороз со Снегурочкой в Красноярском районе Неподалеку от села Старая Бенарадка Здесь-то мы его и встретили Дорога хорошая Дед Мороз шел с радостью С к самарским ребятишком Дорога хорошая Конечно же не устал Ведь зима-то какая Снежная, пушистая Дорога, словно санный путь Зима в конце декабря и впрямь радует Сильные морозы отступили, в воздухе кружится пушистый снег И такую погоду обещают до конца недели на Новый год Наконец пришла моя тетушка зима А вместе с ней и время праздников Торопимся мы с Дедушкой Морозом К самарским детишкам Ведь ждут они нас До города Дед Мороз со Снегурочкой добираются пешком Кое-где помогают В Старой Бенарадке дали сани и коня по имени Зефир В Самаре Дед Мороз будет ждать детей и взрослых с 29 декабря в своем собственном доме на площади Куйбышева Олеся Корецкая, Артем Сулайманов, События Тем временем на площади Куйбышева уже почти все готово к приему Деда Мороза Завершается монтаж волшебного лабиринта А в самой избе укладывают полы Все должны успеть к полуночи На сказочной площадке побывала Марианна Мирная Разноцветные коряги выбраны не просто так Избушка на курьих ножках для создания особенного колорита Собраны из сосны, вербы, дуба, клёна, вишни и яблони Сказочный сюжет воплотил в жизнь плотник Владимир Илюшин И такой масштабный проект он делает впервые Довольно прочно Весит, я думаю, тонны три в общем Стоит на дубовом корне Дальше сделан сухостое Поддон, как бы, и на нем весь построен дом Кровля дубовая Ну, соответственно, лет сто она будет стоять Уникальную избушку ручной работы можно увидеть только в Самаре Ни в одном городе такого проекта нет Но и это еще не все, чему жители удивятся в празднике Волшебный лабиринт перед входом в дом Самарского Деда Мороза Встретит детей и их родители упряжками с оленями, мельницей, русской деревенькой Будут и сказочные персонажи В волшебном доме Деда Мороза все будет волшебное Даже мебель Вот этот трон, по легенде Говорят, может исполнять желание Нужно поудобнее в него сесть Загадать заветную мечту И она обязательно исполнится Мариана Мирная, Максим Гусев, События Мечты сбываются, чудеса случаются В советском районе Самары Прошла елка для детей С ограниченными возможностями здоровья Где ребята получили подарки Заряд бодрости и хорошего настроения Что загадывают дети Деду Морозу Знает Марина Матвейшина Хороводы под самую любимую песню про елочку Зажигательные танцы и отличное настроение Новогодняя сказка пришла в советский район И собрала ребят у нарядной елки Услышав липы в веселых танцах Ну просто невозможно Могеть и поближаться Это дети с ограниченными возможностями здоровья Праздник для ребят организовали Градская администрация и Дума Самары Мы сами с детства очень любили елки Со школы ходили С нетерпением ждали подарки Ну и здесь хочется что-то сделать Для детишек Тем более для детишек инвалидов У них и так в жизни мало радости Мы стараемся им преподнести праздник такой Дети верят в чудеса И загадывают Деду Морозу Свои сокровенные желания Рассказали по секрету и нашей съемочной группе Вдруг Дед Мороз телевизор посмотрит Дед Мороз, Дед Мороз Я хочу тачку Я хочу планшет После танцев у елки Гости праздника отправились на спектакль Специально для маленьких зрителей На сцене Дома культуры Заря Дают новогоднюю сказку Марина Матвеевшина, Константин Головин События Деда Мороза в предновогоднюю неделю Появляется в самых неожиданных местах Наш спортивный журналист Сергей Кизоркин Увидел целую команду сказочных героев На футбольном поле спортивной базы Крыльев Советов Чем они там занимались Смотрите в рубрике Новости спорта Здравствуйте Я Сергей Кизоркин И значит вы смотрите Самарские новости спорта В прошлом году мы с ними тоже играли На последней минуте сравняли счет 2-2 Чуть-чуть нас эти детишки не обыграли В раздевалке команда Дедов Мороза Вспоминает предновогодний матч В прошлом декабре с командой Самарских паралимпийцев Крылья мечты Тогда победила дружба Как любят говорить спортсмены И сегодня деды А в прошлом игроки Крыльев Советов Сдаваться без бой не намерены Хотя готовы были подарить молодым футболистам Спортивный праздник Я вот себя представляю Вот в 13-14-15 лет Или чуть поменьше Меня привезли на базу Крыльев Советов И я бы здесь играл Где главная команда тренируется Играет на всю жизнь В память И ребята будут тянуться Футбол для них будет главным Крылья мечты команда паралимпийцев В футбол играют глухонемые спортсмены Из ДЦП Три раза в неделю уже 4 года Для них игра это настоящая жизнь А предновогодние матчи с ветеранами Крыльев Советов Подарок судьбы Не всем любителям футбола выпадает такая честь Многие ребята просто-напросто благодаря нашей команде Сумели выйти из дома И найти свой круг общения, интересы и так далее То есть мы не просто команда Мы многие друзья уже теперь Матч получился по футбольному красивым Паралимпийцы удивили ветеранов Слаженной игрой и меткими ударами по воротам И если бы не экс-голкипер Крыльев Советов Виктор Гаус То счет был бы в пользу Крыльев мечты Однако победу в этом году одержала команда Дедов Морозов 3-1 Которые подсластили горечь поражения молодым футболистам конфетами И сувенирами Самарского клуба Это были новости спорта от Сергея Кизоркина Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой Чтобы праздник прошел без проблем Готовность всех служб в работе в новогодние каникулы Обсудили в правительстве области В праздничное время не должны омрачить коммунальные или дорожные проблемы Как и читались в профильных ведомствах Службы уже выпустили так называемые праздничные приказы Они определяют режим работы предприятий и ответственных дежурных Особый вопрос безопасность во время новогодних каникул Основная задача глав местного самоуправления Это безусловное обеспечение безопасности проведения мероприятий И соответственно обеспечение безопасности Как антитеррористической, так в первую очередь противопожарной На объектах культуры Первыми на новогодние каникулы уйдут школьники Отдыхать в этом году они начнут с 29 декабря Такую рекомендацию школам дал Роспотребнадзор и Министерство здравоохранения Чтобы избежать массовой эпидемии гриппа Есть вероятность, что и выходить с каникул школьникам придется позже обычного Окончательное решение примут в январе Минздрав предупреждает Праздничные застолья могут быть опасны для вашего здоровья И фигуры В последние годы в Самаре области отмечен рост числа людей, страдающих от ожирения На январских каникулах эта проблема лишь усугубляется Как организовать свое меню грядущие выходные с пользой Расскажет Сергей Ромашов Какая гадость, какая гадость эта ваша заливная рыба Организм под угрозой Впереди самарцев ждет традиционная январская пищевая эстафета Атаковать же утки горожан готовятся рядовые Мясные салаты, сержанты в лице жирных мясных блюд Возглавляют это вкусное, но вредное воинство пауководцы Сладкие торты и конфеты Жители Самары готовы сдаться без боя Наверное, как и все, салаты всякие, винегречики Тогда, может, шашлык еще, если повезет Салаты, как всегда, селедка под шубой Морской салат В Самаре только за последнюю пятилетку ожирение у взрослого населения Выросло практически в два с половиной раза Эта проблема существует и в подростковой среде И дело не в генетике или отсутствии физической активности Корень зла кроется в питании То есть это избыточная калорийность рациона Это избыточное содержание жиров Причем мы забываем иногда, что есть скрытые жиры В субпродуктах, в сырах, колбасах, копченостях Сейчас очень популярный у нас фастфуд Тебе что намазать? Меду? Или сгущенного молока? Тебе меду или того и другого? И того и другого, и можно без хлеба В новогодние праздники все обозначенные специалистами Проблемы с ожирением только усугубляются У специалистов есть несколько советов о том Как проводить уходящий год с минимальным стрессом для организма Больше физической активности, опять же, ходить гулять Почаще танцевать, какие-то игры активные устраивать на Новый год Ну опять, то есть как-то разнообразить Чтобы не все время сидеть за столом и есть, есть, есть Но лучший совет самарцам попытаться сломать вековые устои И поменять свои взгляды на питание и образ жизни Новый год для этого самое подходящее время В новогоднюю ночь многие захотят скушать что-то вредное Диетологи дают много советов по поводу праздничного стола Но не бывает волшебной таблетки, которая избавит вас от лишних килограммов Может быть от вредной еды просто стоит отказаться? Сергей Ромашов, Дмитрий Мешканцов, События Их оружие не пистолеты и арбалеты, а морковь и картофель В Самарском техническом университете снова прошли кулинарные поединки Состязания между студентами 1, 2, 3 и 4 курсов В этом году тема «Здоровое питание» Здесь же была представлена уникальная разработка вуза, аналогов которой нет в стране Съедобная упаковка Марьяна Мирная узнала, какая она на вкус Она, кстати, очень вкусная, я могу дать попробовать потом Уникальная разработка опорного университета региона Съедобная упаковочная пленка Делается из яблочного пюре без добавления консервантов Польза в чистом виде и для экологии, и для экономики Аналогов нет в России Хорошо сюда можно упаковывать конфеты У них очень низкое содержание влаги Печенье, пряники Например, сегодня я готовила кандарины То есть мандариновые дольки в шоколаде Если, например, дольки не поврежденные То есть сок из них не вытекает Можно с милостью их туда положить Ноу-хау этого года, конечно, инновационная упаковка Но кулинарные поединки – это еще и соревнования ароматов, вкусов и сервировки Ужин у камина, паста с лососем, тыквенной манты Правильное питание – залог здоровья Но мало просто знать об этом Студенты Самарского политеха умеют готовить с пользой для организма Если ты все это знаешь теоретически, это никому не интересно А ты должен уметь все это выполнить практически Использовать свои знания в разных ситуациях, в разных тенденциях рынка Кулинарные поединки проходят уже третий год Созданная в политехе междисциплинарная проектная команда Начала уникальные разработки по космическому питанию Марьяна Мирная, Максим Гусев, События Праздник света, добрых дел и пончиков с сахаром В Самаре отметили еврейский праздник Ханука В эти дни правоверные вспоминают библейское чудо умножения масла для светильника Совершившееся после освобождения Иерусалимского храма И зажигают свечи в память об этом событии Праздник считается детским и радостным Почему, расскажет Олег Зверев В этот вечер на сцене только дети Все еврейские праздники считаются радостными и детскими И в этом особый смысл Красота мира создана для того, чтобы из них вырастали хорошие люди Историческому сюжету мюзикла больше двух тысяч лет Греческие завоеватели, язычники осквернили Иерусалимский храм в 170 году до нашей эры А через три года началось восстание Маковеев Атогеем которого стало освобождение храма Когда важный еврей и храм Лишь на день масла там Святыне сердцу дорогой Дарит свет медерной Для освящения храма требовалось чистое масло Для светильника – миноры Но масло нашли только один кувшин Всего на один день горения Тогда произошло чудо Хануки В небольшом количестве масла минора горела восемь дней За это время смогли приготовить новую В память об этом чудесном явлении принято зажигать свечи И совершать дела добра и милосердия Праздник Ханука нас учит еще очень интересный смысл Мы первый день зажигаем одна свечка Второй день два и так дальше Надо знать и понимать, что мы не можем все достигнуть сразу Делай один хорошие добрые дела сегодня Помоги еще одному человеку сегодня Думай не только о себе, еще один секунду в день Если каждый будет так вести себя Вы сами понимаете, что наш мир будет на самом деле светлый, красивый, добрый Праздник Хануки для иудеев – это торжество света и веры в чудо Но в нем большой духовный смысл Как бы ни складывалась жизнь, надо помнить, что все промыслительно и не отчаиваться Важно верить Всевышнему в Создателя И он своими руками направит свои чудеса в руки тех, кто в него верит Торжество длится 8 дней Каждый день принято зажигать дополнительно по одной свече минары Так, чтобы к завершению праздника горели все 8 Олег Зверев, Максим Гусев, События Далее коротко о других темах дня 17,5 тысяч самарцев могут стать невыездными Их общая сумма долга превысила 22 миллиарда рублей Речь идет о неуплатах кредитов, алиментов, штрафах, коммуналке Если долг превышает 10 тысяч рублей и есть решение суда взыскания То человеку могут запретить выезд за рубеж За этот год вынесено 19 тысяч таких постановлений Узнав о запрете, полторы тысячи должников погасили свои долги В советском районе Самары семейная пара погибла от отравления угарным газом Их тела обнаружили в квартире на улице 22-го партсъезда По предварительным данным, 28-летняя девушка и ее 34-летний супруг Могли погибнуть от отравления угарным газом Эту версию сейчас проверяют эксперты Уголовное дело пока не возбуждено Педофил из Жигулевска, совративший 13 детей Получил 19 лет колонии строгого режима 46-летний мужчина признан виновным в совершении 64 преступлений Несексуального характера Напомним, в сентябре 2015 года обвиняемый надругался над 11-летней девочкой При обыске его места жительства были найдены изъятые фото и видеоматериалы На которых были запечатлены еще несколько аналогичных преступлений с другими несовершеннолетними Опубликована схема работы общественного транспорта Самары в праздничные дни Временное ограничение движения будет действовать с 13.00 31 декабря до 8.00 1 января На участке улицы Чапаевской от Красноармейской до Вилоновской И отрезки Шостаковича от Чапаевской до Фрунзе Из-за этого изменится схема движения автобусных маршрутов номер 24 и 92 Они будут следовать в объезд по Волоктеоновской, Красноармейской И далее своими маршрутами в обоих направлениях Мэрия Самара объявила повторное аукционное строительство трамвайной линии К чемпионату мира, снизив цену после экспертизы на 100 миллионов рублей Соответствующее извещение опубликовано на сайте госзакупок Основным объектом является строительство трамвайной линии С установкой остановочных павильонов от улицы Ташкентской до строящегося стадиона Начальная максимальная цена контракта составляет 741 миллион рублей Работы необходимо завершить до 1 февраля 2018 года Профессор Мариарти, Атос из Мушкетеров, сценарист «Белого солнца в пустыне» И еще судьба более двух сотен деятелей кино, связанных с Самарой Их историю собрал в одну книгу «Наш земляк» писатель Владимир Плотников Презентация сегодня прошла в публичной библиотеке С автором книги и героем с ее обложки познакомилась Валерия Макарова Пугающий образ профессора Мариарти знаком не одному поколению и вошел в классику кино А вот то, что сыгравший его Виктор Евграфов родом из Самары, знают немногие Сегодня он приехал на презентацию книги «Самарские тайны российского кино» В ней истории более двухсот актеров и режиссеров, судьбы которых связаны с городом на Волге На обложке издания символично профессор Мариарти Он меня затмевает, хотя уже сказали, где-то 20 главных ролей сыграно Но тем не менее, Мариарти на первом месте почему-то Для автора книги Владимира Плотникова кино – это любовь с детства И потому работать было одно удовольствие, даже несмотря на очень сжатые сроки Чтобы успеть издать книгу до конца 2016 года кино, спать иногда приходилось по три часа Почти каждый день находились новые удивительные истории, которые связывают Самару с российским кинематографом Степанида из Варвары Красы, она же старушка из Морозко Она, можно сказать, жила в купеческой самарской семье до революции Была лучшей актрисой Вахтангова А в память народа вошла как необразованная старушка Если сначала планировали рассказать 80 киноисторий, то к концу работы над книгой их число увеличилось почти в три раза Это и благородный атос Вениамин Смехов, который начинал карьеру на сцене Самарского театра Здесь жили сценарист «Белого солнца пустыни» Валентин Ежов и сценарист мультфильма «Сказка-сказок» Людмила Петрушевская и многие другие Валерия Макарова, Константин Головин, События На этом наш выпуск завершен Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 10 миллионов просмотров на Ютьюбе Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS Удачи вам! Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok